Бюджет Франции Новая волна массовых демонстраций охватила французские города около двух недель назад. Тогда трое полицейских жестоко избили, а потом изнасиловали мигранта. Париж этой ночью захлестнули массовые беспорядки, протестующие недовольны действиями полиции. В начале февраля стражи порядка после задержания избили дубинками молодого человека. В итоге он оказался в больнице. В акции участвовали около 200 человек в масках. Они жгли мусорные баки, разбивали стекла в домах и на остановках. Когда полицейские попытались остановить протестующих, в них полетели бутылки и камни. Силовики в ответ применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Беспорядки в Париже продолжаются с прошлой недели. За это время задержали более 240 человек. Разбитые стекла домов, горящие мусорные баки. Район на севере Парижа, где в основном проживают выходцы из стран Африки и Ближнего Востока, охватил настоящий хаос. Сотни жителей города вышли на массовый митинг против полицейского произвола. Когда в ситуацию вмешались сами стражи порядка, разгневанная толпа закидала их бутылками и камнями. Из Парижа передает наш европейский корреспондент Екатерина Воскребенцева. Фаеры и бутылки в полицию слезоточивый газ. В ответ район Барбес не самый благополучный на карте Парижа, но такого здесь еще не видели. Атмосфера накаляется буквально с каждой минуты. Небезопасно здесь находиться, предупреждают полицейские. Толпа все громче. Скандирует позор полиции и полицейские убийцы. Размневанная толпа напирает, явно рассчитывая прорвать оцепление. Но полиция не намерена отступать. Вооруженные дубинками и щитами, они перекрывают все ближайшие улицы. Наготове водометы. К этому моменту уже закрыты станции метро, не работают кафе и магазины. Докатившуюся из пригородов волну протестов столица встречает во всеоружии. Хотя именно жестокость полицейских и стала причиной митингов 2 февраля. В одном из парижских пригородов стражи порядка. Жестоко избили, а потом надругались над местным жителем, французом, марокканского происхождения. Молодой человек был прооперирован и до сих пор находится в больнице. При этом задержанные полицейские утверждают, что произошедшее было случайностью с провоцированной агрессивным поведением мужчины. И просят исключить из обвинения статью об изнасиловании, что вызывает новую вспышку возмущения. У сторонников стремительно набирающего популярность движение «Справедливость» для Тео. Я был шокирован. По-настоящему шокирован тем, что случилось. Полиция, которая должна нас защищать, вытворяет такое. Посмотрите, что у меня написано на плакате и на спине. Я тоже чернокожая. Я вместе с ними. Потому что нельзя позволять им так обращаться с людьми. Мы не позволим. Мы будем протестовать до последнего. После нескольких часов протестов толпа расходится. Часть из них, как станет известно, позже вернется в район Барбес ночью. Молодые люди в масках жгут мусорные баки и крушат все, что попадается под руку. Стеклянные остановки общественного транспорта, витрины небольших магазинчиков, владельцы которых просто не способны защитить свой бизнес. Полиция уже начала расследование. Всего за две недели протестов в пригородах Парижа французские власти задержали 240 человек. Но эти цифры, похоже, не окончательные. В парижском пригороде Бабини, где в прошлую субботу случились самые массовые погромы, сегодня вновь обещаны демонстрации. В Париже арестованы почти 40 участников беспорядков, которые прокатились сразу по нескольким районам столицы. Демонстранты громили ветерина магазинов, разбрасывали мусор и жгли припаркованные машины. Сгорел даже один пассажирский автобус. Дебоширы заранее разбились на небольшие группы и одновременно крушили разные районы города. Поэтому полиции с трудом удалось взять ситуацию под контроль. Подобные акции протеста по всей Франции не прекращаются уже вторую неделю после того, как жандармы во время сдержания изнасиловали молодого человека Дубинка. Этот факт снял один из очевидцев. Причательно, что власти Парижа и сами признали. Полицейские все чаще ведут себя слишком жестко с задержанными. Полиция сейчас пытается восстановить порядок на улицах парижского пригорода Побинии. Но пока тщетно. В городе в буквальном смысле хозяйничают толпы разъяренных молодых людей. Они гранат-магазины, остановки общественного транспорта, поджигают стоящие на улицах автомобили, а проезжающие мимо машины забрасывают петардами. А ведь все начиналось как мирная манифестация. Жители Побинии собрались поддержать Тео. Этот молодой человек из соседнего пригорода, Анессу Буа, на прошлой неделе был жестоко избит и изнасилован полицейскими. Сейчас он находится в больнице, просто в полицейских уже заведено уголовное дело, ведется расследование. Так вот, люди вышли на улицы Побинии требовать следового наказания для виновных. Но мирный протест против произвола полиции сам перерос к бесчувству почти мгновенно. На этих кадрах видно, как группа молодых людей в масках отделяется от толпы митингующих и бросается в атаку на полицейских. Еще часть молодых людей направляются к административным зданиям. Выбивают стекла, бросают файры. Уже известно, что довольно сильно пострадало здание городского вокзала. В результате попадания петард там возникло возгорание. Сейчас в городе ограничено движение автомобилей, закрыты все станции метро. В центре стягиваются дополнительные патрули. Даже в порядке применяются незатачивые газы, шумостронаты. Но пока нормализовать ситуацию не удается. Более двухсот человек собрались вечером в районе площади Барбес в Париже на акцию протеста против жестоких действий стражей правопорядка. Демонстрация проходила в одном из северных районов французской столицы, населенным преимущественно выходцами из африканских и арабских стран. Мирная акция вскоре переросла в столкновение с полицией. Митингующие поджигали урны и забрасывали камнями и пустыми бутылками представителей правоохранительных органов. Те в ответ использовали слезоточивый газ. Массовые акции протеста проходят во Франции уже не первый день. Митингующие выходят на улицы, чтобы выразить возмущение действиями четырёх сотрудников сил правопорядка. В начале февраля они задержали 22-летнего чернокожего мужчину по имени Тео для проверки документов. Сейчас полицейские находятся под следствием. Одного из них подозревают в изнасиловании, трёх других – в нападении на человека. Тео остаётся в больнице. Беспорядки в пригородах Парижа не утихают вторую неделю. Копы, насильники и убийцы. С такими плакатами демонстранты ежедневно выходят на улицы. «Я протестую против несправедливости и систематического расизма. Молодой человек был изнасилован людьми, которые называют себя представителями сил правопорядка. Это беззаконие. Полиция, представители органов юстиции и даже некоторые политические партии все в один голос говорят, что это не изнасилование. Это неприемлемо и позорно». С начала февраля в ходе беспорядков во Франции было задержано свыше 250 человек. Протестующие сожгли более двух сотен машин. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...